Ох, сколько же сейчас настоящих, настоящих истовых любителей автомобилей завидуют мне. Я сама себе немножечко завидую. Роскошный красный цвет, запах свежей краски и это ретро-авто. Сейчас будем разбираться подробнее. Мне в этом поможет Никита Разжигалов, мастер по восстановлению винтажных автомобилей. Доброе утро, Никита. Здравствуйте. Помогите нам вспомнить, откуда мы знаем этот автомобиль. Ну, я думаю, даже с задней стороны автомобиля многие зрители могут узнать по одному очень знаменитому фильму советскому, что это за автомобиль. Но не все знают марку этого автомобиля, я хочу вам сказать. Это легендарный автомобиль из фильма «Кавказская пленница». Да, точно, точно, точно. А что марка, подождите, это? А марка – это немецкая машина, которая выпускалась, вернее, последний экземпляр такой машины вышел в Германии в 1936 году. В 1936 последняя была, вот это да. Так, ну мы с вами готовы же еще посмотреть, правда же, автомобильчики? Конечно. Я вам честно скажу, я здесь появилась с мечтой. У меня в детстве была моделька «Чайки». Так случилось, что она была у меня, не у моего брата. Я прям отобрала. Я уверена, что у вас наверняка любовь к ретроавтомобилям с чего-то подобного началась. Ну, чуть побольше была моделька у меня. То есть полномасштабная, да? Абсолютно верно. А что у вас было? Все началось с детства. В гараже стоял у отца москвич старый, из комби. Я думаю, если бы это были какие-то жигули, то таким форматом я бы не занимался, наверное, в последующей жизни. Но это был москвич, это, можно сказать, уже в то время было ретро, так как они уже не выпускались. И все началось с того, что я начал... Он был не на ходу, естественно, я начал его что-то там пытаться вникать самостоятельно. И вот полностью на энтузиазм я пришел к тому, что я сейчас могу любую машину разобрать, перебрать и поставить на ход. У вас работа мечты, послушайте. И вот вопрос. Сколько из этого отремонтировали лично вы? Я здесь работаю только два года, вот будет. Музей функционирует, получается, первый автомобиль, который наш директор приобрел как ретро, это ГА-67 в 2013 году. Первый автомобиль появился. И как раз-таки у него с этого автомобиля радиалась идея создать нечто подобное. Да, да, да. Но здесь вы же уже что-то ремонтировали, да? Сколько примерно? Конечно, абсолютно. Вот, наверное, включая те незаконченные, получается уже где-то машин пять. О-о-о! Так, я... Можно? Пожалуйста. Я очень хочу заглянуть в чайку настоящую. Пожалуйста. Сейчас будет виск, готовьтесь. ГАЗ-13 чайка. Она, слушайте, она... Вот помните, в советское время были модельки, они настолько повторяли вот каждый изгиб. Мне кажется, я ее всю знаю, но не знаю. Как мы туда заберемся? Мы можем туда... Я сейчас буду ее смотреть прямо внутри. Это фантастика. А мне можно так потрогать? Все, пожалуйста, трогайте. Так, можно я вас попрошу, Никита, вы вот там, пожалуйста, откройте, где полевое колесо. И позволим нашему оператору заглянуть внутрь, чтобы мы зрителям все показали. О-о-о, боги, ничего, она такая, она же просто огромная. Спереди или сзади предпочитаете? Можно я вот как, покажите? Можно, ладно. Я... Мне кажется, я сейчас заплачу. Бог ты мой, какой... Да ладно? Это же просто фантастика. А мы можем узнать, ну, как-то, кто владельцы были? Или такое обычно не сохраняется в истории? Почему? Такие машины работали обычно в государственных структурах и были как подарком от государства очень важным и очень выдающимся гражданам Советского Союза. То есть, такое... Вот это, да, боже ты мой, вот это, вот это, это как, это хромированная штучка? Я не знаю, как ты называешься, штучка, но я тебя обожаю. Вы посмотрите, какая красота. В 60-е годы, получается, это покорение космоса и дизайн на автомобиле соответствует. Да, абсолютно вот этот космический. Фантастика, послушайте. Но мы видим, что она и в белом свете выпускалась, я, честно говоря, про это даже не знала. Смотрите, интересная история по поводу цветов этих автомобилей. Абсолютно все чайки и правительственные лимузины выходили в черных цветах. Да, да. Абсолютно все были черные, но была единственная чайка, но это не это, я спешу вас сказать. Я уже думала, это самое так. Была одна белая чайка, которую специально красили, единственная белая чайка, которую подарили первой женщине-коспанавту Советского Союза. Валентин Терешкова. Да, абсолютно. Абсолютно. Мы можем, так сказать, дань уважения отдать, да, получается. Вот так вот, поняли? Девочка, вот цвет на самом деле беленький. Для настоящих покорительниц всего, и космоса в том числе, и никакие там не розовые штучки. Боже мой, это же невероятная, невероятная просто красотища. Почему вот здесь тоже, дамочка? Тут явно есть история. Да, это из одного мюзикла, в котором мы участвовали, наши машины, вернее, участвовали. Это воплощение данного автомобиля, с точки зрения дизайнера. На самом деле, да. А что это за авто? Это автомобиль Победа, ГАЗ-М20. Стилизован у нас под такси, так как, скажу, у нас музей, концепция его такова, что здесь представлены автомобили, которые были недоступны для личного пользования в советское время. То есть все это служебные автомобили, чайку невозможно было. Да, да, это же вообще никак. А можно я тоже потрогаю Победу? Да, конечно, конечно. Мне можно. Мы все эти вам в музей разрешили потрогать то, что никогда нельзя. А можно, 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 можно я вот эту? Да, открывайте, конечно. Так. Ага, ну конечно. Сильнее, сильнее. О, как. Крутик, господи. А можно я здесь останусь, пожалуйста? Я вот мало что понимаю в этом. А вот, кстати, про мало что понимаю. А если сюда прийти, мы же разберемся с внутренностями авто? Я знаю, что у вас где-то есть, да, кусочек такой? Класс, знакомство с устройством автомобиля. Полностью подробное все. Сейчас же уже так не... Я не сильно плотнула? Нет, конечно. Просто это же, это же невероятно важно, наверное, для многих сейчас, что тогда по-другому все было устроено. Вся эта червячно-гаечная система, про которую мы сейчас где-то в книжках читаем и думаем, боже мой, да как вообще можно было? Да, по сравнению с сегодняшними конструкциями автомобилей все гораздо было проще, но в то же время надежно. Самое главное в советских автомобилях. Это 21-я Волга? Да, это ГАЗ-21. Это да. Вы гляньте назад, там прямо вышито Волга. Это фирма, да? Как это говорили, наверное, как это должно было бы называться? Но это же тоже легенда, мне кажется. Конечно, абсолютно. В многих советских фильмах машина светилась. Вот, например, как у нас тоже есть. Дерегись автомобиля, нет? Да, там тоже такси были, да. Такси полностью стилизованно. Автомобиль ГАЗ-21Т. То есть у него по всем канонам советского такси установлен таксометр. Да ладно, а мы должны это заглянуть. Пошли, пошли смотреть. И стоит зеленый огонек. Зеленый огонек. Подождите. О, тут зелененький. Вы про спидометр имеете в виду? А ну-ка заглядывай. Посмотрите в тот угол окна. В тот угол окна. Смотрим. То есть этот огонек сигнализировал то, что такси свободно, пассажиров нету, его можно поймать на дороге. Ну, вот я вам так скажу. Просто здесь даже потрогать. Мне тут нравится буквально каждая пылинка. И я скорблю об одном, что я не могу здесь провести вас по каждому автомобилю и показать абсолютно все. В любом случае, Никита, огромное вам спасибо. Я напомню, что Никита Разжигалов, мастер по восстановлению вот таких винтажных авто, помог нам парочку посмотреть. Надо нам, наверное, сделать здесь огромную программу. Просто часа на три. Потому что иначе, я не знаю, я пойду еще потрогаю немножечко чайку. Она невероятная. Тут все невероятное. Никит, можно я? Ну, пожалуйста. Конечно, бегите. Машинка.